Азербайджан и Россия подчеркивают важность Сотрудничество на уровне малого и среднего бизнеса Основными направлениями взаимодействия определены сельское хозяйство, легкая промышленность, сфера информационных коммуникаций, тяжелая промышленность и туризм Малые и средние компании не только создают новые рабочие места, но и продвигают инновационные идеи О новой платформе для поддержки малого и среднего бизнеса между Азербайджаном и Россией говорим в эфире телеканала CBC в рамках программы «Экономика дня» С вами Хайл Мамедова, здравствуйте! Гости по теме дня. В нашей студии сегодня находится Орхан Мамедов, председатель правления агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджана Здравствуйте, господин Мамедов! Спасибо, что уделили время в своем плотном графике и присоединились к нам в студии телеканала CBC По ходу программы к нам постарается из Москвы подключиться ваш российский коллега Александр Арнольдович Браверман Я напомню, он генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства России Какие возможности перед малым и средним бизнесом Азербайджана и России открывает дорожная карта, которая была подписана между Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России и агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в ходе официального визита президента Ильхама Алиева в Сочи 1 сентября В основном это охватывает информирование о закупках крупнейших заказчиков России Это информационно-маркетинговая поддержка между компаниями и реализация обучающих программ в сфере предпринимательства Потом обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупных компаний Это информация об этом и информация о бизнес-навигаторе МСП Это информационный IT-портал, который существует уже в России, очень успешный После визита в Сочи, опять-таки, как вы знаете, 27 сентября состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Баку в рамках 9-го Азербайджана-Российского межрегионального форума Наши коллеги из МСП, из Федеральной корпорации МСП России тоже участвовали Был проведен круглый стол в сотрудничестве в сфере малого и среднего бизнеса На котором участвовали я и мой коллега Осуждались те вопросы, которые намного часто задаются предпринимателями И предприниматели очень активно участвовали, задавали вопросы также мне и нашему коллеге Наиболее часто они какой вопрос вам задают? Больше всех интересует вопрос роль государственной поддержки, которую могут оказать наши корпорации предпринимателям То есть какую именно поддержку мы можем оказывать В ней существует и информационная поддержка, финансовая поддержка Потом перспективы, новые тенденции, что мы будем делать в будущем в сфере предпринимательства Взаимосвязь инноваций, которые существуют на сегодняшний день В высшем образовании и в сфере информационных технологий Это информационная система для предпринимателей Бизнес-навигатор, который используют российские бизнес, российские предприниматели Как им смогут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса Азербайджана? Бизнес-навигатор это портал IT, который существует в России Для российских предпринимателей То есть мы планируем не так, чтобы наши предприниматели воспользовались именно этим порталом А чтобы такой же портал был создан у нас В Азербайджане Да, в Азербайджане То есть на основе, на базе его То есть мы попросили наших коллег взаимодействовать в этой сфере И если мы придем к общему знаменателю в этой сфере То именно наши коллеги Они будут устанавливать этот самый бизнес-навигатор на стороне Ну и самый такой насущный вопрос, наверное, сегодня стоящий перед малым и средним бизнесом Какие здесь проблемы, препятствия существуют Непосредственно, например, перед малым и средним бизнесом Азербайджана И как они решаются? Если есть работа, если есть активность, то и будут соответствующие проблемы Если нет никакой активности, то и проблем тогда не существует Поэтому я могу отметить, что наши предприниматели очень активны Но, как вы отметили, есть проблемы И одна из главных проблем, которые существуют Это проблемы информированности Для этого вы и создали службу Да, для этого мы и создали службу И вообще наше агентство было для этого создано Но в первую очередь мы ждем И всегда, когда я встречаюсь с бизнесменами, я говорю, что мы ждем предложения от вас То есть вы как хотите, чтобы мы организовали работу с вами Именно предложения от предпринимателей играют большую роль Мы их используем И также потом уже переводим И смотрим, как можно сделать так, чтобы они были довольны И наша оперативность повлияла на их бизнес-результаты, на их активность Как будет расширяться участие субъектов малого и среднего бизнеса Азербайджана В закупках крупнейших российских компаний? О чем вы говорили, как раз отвечая на вопрос И говоря об основных задачах дорожной карты Которая была подписана между двумя структурами? Мы будем собирать информацию, в первую очередь, в каких государственных компаниях Какие закупки производятся То есть в российских Эту информацию будем получать у наших коллег Будем ее обрабатывать И передавать здесь в малые и средние предприятия Это, конечно, дело будущего Первая цель, опять-таки говорю, это чтобы перенять опыт корпорации МСП в этой сфере И перенять этот опыт и привести его в Азербайджан Чтобы наши местные компании участвовали в закупках государственных компаний Азербайджана Наиболее актуальное направление сотрудничества сегодня между малым и средним бизнесом Азербайджана и России Это сельское хозяйство, строительный сектор и высокие технологии Об этом говорилось также на форуме межрегиональном Азербайджана-российском Девятом, который проходил в Баку 27 сентября Какие условия для них предусмотрены в этих направлениях? То есть есть уже определенные какие-то проекты? Да, существуют проекты, которые у нас уже готовы Именно в этих секторах Не только именно в этих секторах, но во всех секторах, которые есть Также бывают проекты у самих бизнесменов Которые ищут зарубежные инвестиции Которые хотят, чтобы инвестировали в их бизнес Именно зарубежные партнеры Также мы помогаем им найти этого зарубежного партнера В тех странах, куда мы едем То есть соответствующий контакт налаживаем с нашими коллегами И они нам помогают, в свою очередь, найти тех бизнесменов Которые тоже заинтересованы найти зарубежных партнеров И наши коллеги из России, они очень активны в этой деятельности Нам удалось подключиться все же в рамках передачи «Экономика дня» К генеральному директору акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александру Арнольдовичу Браверману Здравствуйте еще раз, господин Браверман Добрый день Да, спасибо, что уделили нам время Добрый день, я рад вас видеть Я тоже очень рад вас видеть Добрый день А и слышите Так, еще раз спасибо И первый вопрос мой к вам обоим, можно так сказать Хотя господин Мамедов уже немного на него ответил Какие возможности перед малым и средним бизнесом Азербайджана и России Открывает дорожная карта, которая была подписана между двумя структурами В рамках официального визита президента Ильхама Алиева в Сочи 1 сентября Спасибо большое за вопрос Четыре базовых направления, которые в дорожной карте Это прежде всего информационно-маркетинговый обмен Который структурирован через бизнес-навигатор Второе, это торгово-промышленные связи Которые будут налажены и налаживаются уже между субъектами малого и среднего предпринимательства Азербайджана и России И третье направление, это допуск к закупкам крупнейших российских компаний Субъектов малого и среднего предпринимательства Азербайджана И обмен лучшими практиками, которые есть у наших предприятий Предприятий наших стран Вот четыре базовых направления, которые были в дорожной карте Ну, господин Мамедов, я думаю, согласен с этими базовыми направлениями Которые были обозначены в дорожной карте Информирование о закупках крупнейших заказчиков Подразумевает сбор информации с нашими коллегами из России Которые будут предоставлять информацию, какие существуют закупки Мы же, в свою очередь, будем предоставлять информацию И продукты тех малых и средних предприятий Азербайджана Которые заинтересованы в этом И которые могут представить продукцию И которые смогут конкурировать на российском рынке Как будет расширяться участие субъектов малого и среднего бизнеса Азербайджана В закупках крупнейших компаний России? Я думаю, это весьма технологичный процесс Потому что на сайте корпорации, на сайтах всех субъектов Российской Федерации В онлайн режиме идут закупки Информация о закупках крупнейших компаний Которых сейчас под мониторингом корпорации 1417 Имеется в виду номенклатура, начальная цена Порядок проведения торгов Требования, если таковые есть предквалификационные К участникам тендеров Они все на этих сайтах вывешены Поскольку 49% ограничения для субъектов малого и среднего предпринимательства Законом Российской Федерации в участии в капитале Снято Подписано президентом России Владимир Владимировичем Путиным 7 августа Закон снимает эти ограничения Естественно, то, о чем говорил Архан Это активное или проактивное такое участие Это предложение продукции азербайджанских предприятий Для не только крупнейших компаний Российской Федерации Но и в целом по рынку Через бизнес-навигатор Я, кстати, благодарен господину Тельману Алиеву Который во время сессии Сказал из Каспин-Еропен Который сказал о том, что навигатор Для него это приятный шок Сильный, приятный, управленческий шок Помните Архан, да? Да, да, конечно, я помню это И сейчас я вам скажу, Александр Арнольдович Что они после вашего отъезда Обращаются к нам очень часто И нас, так сказать, держат Что вы, давайте, когда вы начнете Побыстрее это внедрять В информационный портал, так сказать Нашей республики Мы в вашем распоряжении абсолютно И та теплая атмосфера, которая была Во время визита Владимира Владимировича И его встречи с господином президентом Алиевым И теплая атмосфера во время проведения сессии Тружественная атмосфера Как на уровне наших стран Так и на уровне отдельных субъектов Российской Федерации И районов, и регионов Азербайджана Она нас подвигает к тому, чтобы Тоже активизировать работу Еще раз повторюсь, мы в вашем распоряжении абсолютно Продолжая эту тему по поводу бизнес-навигаторов Вот с господином Амедовым Когда я беседовала, он сказал, что действительно Азербайджан, малый и средний бизнес Азербайджана Планирует перенять этот опыт у России Вот и внедрить здесь такой бизнес-навигатор Как сможете помочь И как скоро это можно сделать? Ну, мы с Арханом говорили на эту тему Есть несколько путей И я бы сейчас не хотел их раскрывать Архан, я думаю, мы механизм не будем раскрывать Да, да, но механизм, он разрабатывается, я думаю, в ближайшее время Их два этих механизма, значит, коммерческие и некоммерческие Мы готовы к любому К любому реализации любого из этих механизмов Сейчас мяч на стороне Азербайджана Значит, в любой момент мы готовы Готовы предоставить в любом режиме Как коммерческом, так и некоммерческом Значит, механизм предоставления мы с Арханом обсуждали И знаю, что он обсуждался и с Украинским Азербайджаном Ну, следующий вопрос Я его задавала, да, вам в рамках еще межрегионального форума Азербайджана Российского 9-го Который проходил в Баку 27 сентября Да, это было не забудено Да, и вы сказали о том, что там сельское хозяйство Строительный сектор, высокие технологии Это основные направления В которых могут сотрудничать сегодня Представители малого и среднего бизнеса Азербайджана и России Да, и может быть, вы, вам есть что-то добавить Господин Браверман Ну, я слышал, что мой коллега и уже товарищ Архан сказал Но в сельском хозяйстве Малые формы в Российской Федерации Рынок здесь просто огромный Занимает сейчас, начинает занимать доминирующее положение И это доминирующее положение Стимулирует нас к тому, чтобы дальше Фермерские хозяйства Те подсобные хозяйства, которые производят товарную продукцию Подвигать к тому, чтобы они Вступали в кооперативы В сельхозкооперативы В этих сельхозкооперативах будут очень серьезные льготы И если продукция азербайджанских предприятий Зарегистрированных на территории Российской Федерации Будет подпадать под эти критерии То, вне всякого сомнения Этот наборный год Так называемый комплексный продукт Или комплекс мер поддержки Мы называем его Прощенный коробочный продукт Он бесспорно будет очень сильно стимулировать вас Через льготирование Продвигаться на огромный российский рынок По строительству Мы стимулируем путем льготного кредитования Путем предоставления возможностей подряда И субподряда у крупных компаний По строительству Но только жилья экономического класса Это принципиальная позиция корпорации Так как и по всем остальным аспектам Только экономический класс Который рассчитан на широкие стояки населения Например Мы занимаемся сейчас Самым плотным образом Спортинвентарем И помещениями для фитнес-клуба Это очень конкурентная коммерческая сфера И мы здесь будем стимулировать Исключительно те фитнес-клубы Которые будут предоставлять свои услуги Для населения Населения в самом широком смысле Также производство Спортинвентаря И в том числе и высокотехнологичного Огромное количество наработок Был приятным поражен Недавним Вот уже после нашей встречи Был поражен Огромное количество наработок Которое есть у российских компаний В том числе и импортозамещающих Наработок Будем это сейчас разворачивать Да, Александр Альнольдович И один еще такой вопрос По поводу того Какие сегодня препятствия Проблемы существуют Перед малым и средним Бизнесом Азербайджана И России Как они решаются Ну, те проблемы Которые обозначал Азербайджанский бизнес На круглом столе Это проблема Задержки платежей Такая проблема Есть Она сейчас Не носит массового характера К счастью В Российской Федерации Но отдельные задержки платежей Есть Есть вопросы Которые касаются НДС Но эти вопросы все передали Нашим коллегам Из Министерства финансов Которые этим занимаются И Я думаю Что в ближайшее Обозримое Я бы не называл это время Ближайшим Но в обозримое время Мы получим От них Ту информацию Которая Возможно Поможет Нашим азербайджанским коллегам То что касается Точечных вопросов Или Тех решений О которых просили На Круглом столе Мы вне сомнения Будем им заниматься Значит я попрошу Архана Их Аккумулировать И официальным образом Нам Внести Для того чтобы у нас были Все Возможности Вернее основания Возможности у нас есть Основания для того чтобы Эти возможности Реализовать Это то что касается Точечных То что касается Системных решений По НДС И Другим Вопросам Которые ставились На Круглом столе Их Должны Вместе с нами Решать Наши коллеги С федеральных Органов Исполнительной власти Проще говоря Министерства Спасибо большое Александр Аннольдович За то что Вам за терпение Спасибо К сожалению По времени Не получилось Выйти Вовремя С вами В эфир Архан Огромное спасибо Тебе за то что Подождал Спасибо Спасибо вам Рад был вас Слышать и видеть снова Я тоже Спасибо Спасибо большое Все До свидания Я напомню С нами На связи По скайп Находился Генеральный Директор Федеральной Корпорации По развитию Малого и Среднего Предпринимательства России Александр Арнольдович Браверн Нам все же Удалось Подключиться Сейчас Непосредственно Хотелось бы Адресовать вам Вопросы Относящиеся К задачам Которые стоят Перед малым И средним Бизнесом Перед агентством По развитию малого и среднего бизнеса Учитывая, что вы ее возглавляете Достаточно недавно Да, было создано Но вот уже Есть определенные шаги Предпринятые Создаются региональные службы Одна из них уже заработала В Масалле Это друг малого и среднего бизнеса Площадка представляет собой Роль моста Между предпринимателями И государственными структурами Вот кто сможет обратиться туда И по каким вопросам Как вы знаете Совсем недавно Господин президент совершил визит Масаллы и Белосувар И там вот был открыт Первый центр Друга малого и среднего бизнеса И довольно-таки успешно Он заработал В Масаллах В парке В промышленном парке Который был создан Министерством экономики При этом В парке Будет функционировать Наш этот центр Который уже За короткий период Можно сказать За три недели Он буквально Обошел почти Многие предприятия В Масаллах Также мы Поставили перед ним задачу Ознакомиться С соседними районами И достаточно много Предложений мы уже получили Именно из этого региона А уже известно Где заработает Вот вторая такая служба Друг малого и среднего бизнеса Вот первым Начали Масаллы Ну вот очень уместный вопрос Буквально вчера я Посещал Гянджу И Тулский регион То есть мы думаем Что скорее всего Уже подбирали место Для этого Я думаю что в ближайшее время Именно в Гянджи Заработает второй Такой центр Потому что как вы знаете Гянджа является Нашим Одним из больших городов Где представлены И сосредоточено Достаточно большое количество Малых и средних предприятий И я думаю что Буквально в ближайшие месяцы Центр заработает Наших предпринимателей Наших телезрителей Телепредпринимателей Очень часто интересует Такой вопрос Они обращаются Пишут нам на Ватсап номер программы Час предпринимателя Который идет по телеканалу Си-Би-Си Их интересует Тот вопрос Что да Вот сегодня Агентство малого и среднего Бизнеса Создает такие службы В районах Друг малого и среднего Бизнеса Но при этом же Сейчас идет работа Над созданием домов Малого и среднего Бизнеса И первый из них Будет создан в Баку И чем эти площадки Будут отличаться Друг от друга То есть Стоит обратиться Только в службу Или же стоит Обратиться в дом Дом малого и среднего Бизнеса Он также существует При нашем агентстве Как отдельный центр И он будет функционировать Как единое окно Для предпринимателей В нем будут представлены 35 государственных ведомств Которые будут именно оттуда Выдавать соответствующие лицензии Разрешения Которые на сегодняшний день Они уже выдают То есть Центр так сказать Единого окна Куда предприниматели Будут приходить Уже Не будет надобности Ходить в другие ведомства Или куда-то И это конкретная Площадка Для предпринимателей Где они будут встречаться Со всеми государственными ведомствами Которые Они уже привыкли работать И Все те Разрешения Которые Нуждаются Предприниматели Лицензии Сертификаты Будут выдаваться Именно в этом центре Не будет надобности Ходить по отдельности В каждые места А центр Друга малого и среднего бизнеса Он представлен Одним человеком Который будет В каждом районе И Сам посещать Каждое предприятие Ознакомиться на месте С его проблемами И предложениями Вот чаще всего С какими вопросами К вам обращаются Предприниматели Мы активно Как я сказал Уже работаем Предпринимателями Общаемся Уже То есть И по телефону Сейчас мы создаем Горячую Линию Линию При нашем агентстве Очень скоро Мы ее представим Предпринимателям Но На сегодняшний день Они обращаются Посредством Опять-таки Телефон Который существует У нас в офисе И также Письменно То есть Достаточно много Уже есть Обращений Очень много Предложений И также Есть жалобы Обоснованные Не обоснованные Все это Наши сотрудники Изучают И То есть Работа идет Уже в полной Среди Спасибо вам большое За то что Ответили На наши вопросы Желаем удачи Вашему агентству Непосредственно вам Я напомню В эфире телеканала CBC Была программа Экономика дня И сегодня Мы говорили О возможностях Сотрудничества Малого и среднего Бизнеса Между Азербайджаном И Россией А также Обсудили Основные задачи Агентства По развитию Малого и среднего Бизнеса Азербайджана В гостях у нас Был Урхан Мамедов Председатель Правления агентства По развитию Малого и среднего Бизнеса Азербайджана А посредством Скайпа В рамках передачи К нам подключался Александр Арнольдович Браверман Генеральный директор Акционерного общества Федеральная корпорация По развитию Малого и среднего Предпринимательства Российской Федерации Я прощаюсь с вами И с нашими телезрителями Всего вам доброго И до встречи Редактор субтитров А.Семкин